включая снова видео значит сегодняшняя тема это продвинутая декомпрессия что я на ней буду рассказывать я буду на ней рассказывать и большие какие-то ухищрения которыми я которым я пришел которыми я пользуюсь то есть я не буду вас учить пользоваться планировщиком да и прочитать погружение там биф дополнительный какой-то 3 миг газ то есть я буду вас вам подсказывать точнее рассказывать почему я и как пользуюсь разными другими вещами ухищрениями как я к этому пришел ну и так далее в общем будет такой как бы общение с такими не самыми стандартными методами прохождения декомпрессии то есть они как бы до кучи там может поговорим о газбрейках может поговорим о рекомпрессии возможно поговорим о если человек чувствует что у него дкб есть первого типа если смысл ее как бы пересиживать по каким-то временам рамкам то есть такое тоже бывает и некоторые я знаю тут у меня это было несколько раз дохабские инструктора этим время от времени грешат то есть грубо говоря пойти продавиться на следующем дайве если первый дайв был немножко кис криво косо то есть это все такие вещи которых но вообще учебниках в общем то нету и это просто я с вами делюсь своим собственным опытом и больше и не меньше поэтому не надо это воспринимать как какую-то там я не знаю снова азбуку или я это буду вычитывать книжек на что-то вам очень интересное читать какие-то там курсы по 3 миксу этого ничего не будет но если будут возникать вопросы естественно вы мне сразу же пишите я буду сразу же сразу же сразу же отвечать вот я между днем чата читаю значит пожалуйста по чатам если если у вас нету лишних ко мне каких-то вопросов то просто в чате лишний раз не пишите потому что меня это сбивает я вижу у меня не чат не выпрыгивает сразу а у меня чат начинает снизу мигать мне приходится на него нажимать читать и если это был не по теме как бы вопрос то я это проделал все зря и немножко сбиваюсь окей давайте тогда немного вернемся ко вчерашнему дню ну как бы разобрали что самый интересный пока на данный момент во всяком случае для меня алгоритм расчета декомпрессии это бюльман почему потому что он мне дает достаточно агрессивную но проверенную декомпрессию агрессивно в том что если стандартный бюльман и рассчитываю это точно 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 по нему это будет если взять градиенты то есть у меня сегодня там я пытался людям объяснить они мне как бы писали то есть у меня получается весь день забиться ответами на предыдущий вебинар я в общем то не против потому что время у меня сейчас как бы хватает в общем стандартный бюльман это градиенты 100 100 то есть не больше не меньше 100 100 означает что градиентов никаких нету то есть если я буду нырять выставлю себя в компьютере вот этот крутой алгоритм 100 100 я не делаю ничего другого как ныряю по бюльману если вы там помните а вчера на графике что рисовал картинку то там были пунктирные линии слева которые означали действительно тот момент когда я закиснул он находится естественно далеко за 100 процентов то есть бюльман 100 100 это тоже не какая-то ужасная вещь то есть можно в общем то ныряйте 100 100 но учитывая скажем что у меня есть предыстория дкб плюс я достаточно осторожная я не очень люблю ездить по барокамерам лечиться да и вообще я не очень люблю какие-то неприятные моменты боли так далее и тому подобное все что связано с дкб поэтому у меня верхний градиент он под 80 и даже не 85 80 чтобы как говорится мои медленные ткани это суставы кости не так сильно страдали к к счастью для нас большинство проблем связано именно с ними они с быстрыми тканями иначе бы после каждого каждого такого не очень хорошо прошедшего дайва мы бы с неврологией ехали бы парокамеру и с возможными потом проблемами окей значит остановились на бюльмане то что бюльман он достаточно агрессивный бюльман достаточно быстро выводит наверх на остановке там долгие но расход газа там маленький потому что ближе к поверхности быстрые ткани я вчера рассказывал они выдерживают большее количество газа в себе чем это делают медленные ткани то есть кровь себе способна удержать газ в растворенном состоянии намного больше чем это могут сделать какие-то хрящи и даже невзирая на этого у меня мой градиент начинается 60 хотя по идее мог бы его поднять и до 80 может когда-то я это сделаю буду нырять 80 80 что-нибудь такое но пока я еще до этого не дошел ныряю себя 60 60 80 и значит в общем то этим очень доволен а другие говорят что вот я не знаю мне как-то стрёмно я ныряю мне страшно я хочу на этом со своим старым 20 30 35 ну так далее ну ныряйте как вам больше нравится вы считаете более это для вас безопасно но на еще раз подчеркнул что нижний градиент он напрямую относится к быстрым тканям то есть поэтому если у вас есть подозрение на pfo то тогда наверное да это имеет смысл подозрения на pfo нету никогда не неврологии у вас не было или там кожный до форма дкб тогда наверное смысла как бы заряжать вот этот градиент ноу нету никакого поэтому попробуйте то как ныряю я и потом сравните свое самочувствие я значит сейчас я буду вам показывать как раз мы заговорили про pfo я вам покажу значит что это pfo такое само по себе она достаточно как бы ничего себя особенного не представляет это просто в предсердиях когда мы развиваемся мы находимся там зародышем у нас естественно отсутствует круг кровообращение легочное его просто нету потому что он не нужен то есть когда это состояние фотоса я мне не надо дышать и то есть легкие бесполезно они еще сложено и как бы толку от этого кровообращения было бы круга кровообращения никакого это поэтому все он отсутствует я кровь прокачивается через предсердия правое левое то есть одним кругом то есть когда мы рождаемся у нас значит наш первый крик крик означает легкие расправились это означает что скорее всего в левом сердце грубо говоря с артериальной стороны поднялось давление она будет выше чем с венозной стороны и тем самым клапан этот закрывается то есть клапан закрывается но к сожалению не у всех как говорится что от 20 до 30 процентов некоторые говорят 10 процентов у некоторых аж вплоть до 30 процентов людей этот клапан не закрывается либо закрывается не до конца либо он играет функцию клапана и дальше то есть что происходит то есть этот лепесток он накладывается на стенку после чего он по идее врастает он может врасти не полностью может остаться не микроскопическая грубо говоря отверстие может лепесток частично врасти и остались остаться функции клапана может вообще он не врастать и будет это дефект сердца обычно делают операцию и ставят это так лютер обычно чаще всего это детская операция детей это встречается и встречается вот дефект перегородки после чего ее достаточно быстро убирают и человек больше не испытывает никаких проблем а проблему может испытывать такие что поскольку кровь частично сливается в артериальную сторону то наступает гипоксия то есть кровь мешается с венозной венозная кровь это означает повышенная углекислота пониженная о2 кислород значит ткани несется снова заряженная углекислотой с пониженной количеством кислорода для ткани естественно ничего хорошего в этом нету это первая вторая часть крови которая должна была обогащаться кислородом в легких она осталась только ну не чит она именно часть остается они полный объем этой крови который должен был быть легким поэтому эти детки они такие бледновато голубоватые одни никакую нагрузку не держит у них так грубо гряд цианоз такой либо сильно либо не сильно выражены но это рано или поздно будет понятно по его поведению но я говорю еще раз это никакая не какая-то него супер серьезная на данный момент проблема вот то есть и люди которые не уверены в себе и я вчера сказал от самый оптимальный для вас если вы технический дайвер это однозначно пойти провериться причем провериться трансфагально то есть грубо говоря когда вы заглатываете кишку и она значит это карди кардиак сделать эхо кардиограмму то есть тогда напрямую они значит минуя ребра грудную клетку и все остальное они могут напрямую смотреть сбоку насколько значит эта перегородка открыта или закрыта сбоку намного лучше видно плюс еще желательно делать с контрастом значит кто-то первым не написал у жены выявили в 55 лет на самом деле вот антон пишет антона я знаю у него был пф у него раз 10 была кожная форма дкб 1 сба неврология он сделал операцию вот назад все супер у кого будут вопросы это в чате пишет антон можете у него позадавать на самом деле антон естественно не от тут же женя в китае до которому я езжу там по пещерам нырять у него тоже самое тоже это как бы ему ставили оклюбер никаких проблем нету и на жизнь потом никак он не влияет наоборот те кто привыкли заниматься спортом с пф они будут скорее всего чувствовать что у них скорее всего спорт пошел на поправку потому что кислорода в ткани летит значительно больше возможно то есть окей давайте я тогда покажу значит картинку значит чтобы было понятно если картинку видите снова мне просто коротко напишите в чате да видим и мне этого будет достаточно кто-нибудь напишите да или хоть что-нибудь напишите опять он перелез наверх видим окей спасибо понял значит вот это сердце видите предсердие и вот я тут двигаю своим крестиком наверное его я надеюсь тоже видно и вот как раз кровь которая голубова то голубая это венозная сторона артериально это кровь обогащенная значит кислородом это значит артериальная слева венозная то есть синяя венозная красная артериальная и вот вы видите что вот такой лепесток прям его аж видно этот лепесток вот здесь вот он находится он когда давление поднимается с артериальной стороны когда мы рождаемся соответственно ему прижимает к стенке здесь и он срастается либо не срастается то есть и поэтому значит в этом месте газ потом растворенный в венозной крови с микропузырьками может переходить на артериальную сторону отсюда зависит от многих очень факторов то есть например пузырьков немного пузырьки очень мелкие скорее всего проблем не будут они разлетятся возможно какие-то мелкие очень капилляры они может полететь куда-нибудь не мизинец моей левой ноги и как бы проблем там не будет даже если у меня закупорит какой-то там сосудик другое дело если пузыри становится реально размером больше они в состоянии в своем этом размере проходить через вот это место они могут полететь совершенно мне не в мизинец а могут полететь мой мозг или еще вернуться например по кровеносному русу к сердцу к миокарду после чего не вызвать какой-то там небольшой некроз и грубо говоря инфаркт то есть это в теории возможно то есть они могут закупорить все что угодно то есть они куда из серии полетит шарик этот пузырек мы спрогнозировать к сожалению не можем это в общем-то авария аварийная обстановка когда они туда летят или начинают забивать нам сосуда поэтому здесь есть несколько тактик первое почему например делают когда делают вот этот вот транс изофагальная эхо кардиографию и иоза делаются с контрастным веществом плюс заставляет либо приседать либо напрячься как будто ты там не знаю просто напрягаешься как будто чуть ли не унитазе сидишь это делается все для того чтобы полая вена чтобы опережать грубо говоря и поднять давление с венозной стороне настолько чтобы она была выше чем в артериальной на какое-то короткое время естественно тогда вот этот вот вентильная функция которой возможно мы ее так не видим не чувствуем она появится именно в этом состоянии тогда соответственно экране будет видно что только тогда начали пролетать пузырьки на артериальную сторону то есть поэтому без контраста и без вот этого напряжения под контрастом смысл проверять пф особого нет то есть скорее всего 90 процентов ничего не покажет тем более обычно через грудную клетку простым кардиографом он или там со спины это еще часто делают он не покажет просто говоря это не результата поэтому если сказать что вам врач то что мне у тебя все хорошо им надо воспринимать с известной долей скепсиса и лучше идти делать как это должно в общем самый распространенный этот я вот рассказал заглатывание и кишки это и потом просматривая окей что он здесь еще интересно то что пузыри эти если образовались на венозной стороне они летят в общем-то потом в легочный так называемый фильтр если они не попадают на артериальную сторону то есть тогда эти пузырьки они спокойно через легочный фильтр поскольку на даже на одной альвеоле альвеол очень много и площадь там громадная если все альвеол развернуть то есть и легочные пузырьки и на каждой альвеоле сидит достаточно много сосудов то если взять вот эту всеобщую площадь и там каких-то 23 процента будут забиты значит этих капилляров пузырьками которые будут опять же в размере уменьшаться потому что пузырёк газа будет все таки отдавать часть газа обратно в легкие потом совсем микроядром пролетает дальше то это не доставляет каких-то проблем а капилляры там достаточно узкие настолько узкие что даже эритроциту там приходится пропихиваться и он становится таким растянутым в общем там все достаточно узко если уже туда встрял пузырёк и он вышел грубо говоря весь газ отдал легкий остаток его ядра пролетел дальше что но он сто процентов никаких проблем скорее всего не доставит окей это по поводу значит pfo pfo для нас это очень важная вещь если у кого-то были как у антона кожные формы или невралгия невралгия неврологические факторы то пожалуйста идите проверяйтесь ok выходим отсюда есть у меня еще тоже картинка если видите уже такая на более наглядная наверху это нормальный цикл то есть когда с венозной стороны пузыри если они идут они проходят к легким и значит в легочном фильтре они все пропадают грубо говоря единственное что при очень быстром всплытие на венозной стороне может образоваться настолько много пузырей что легочный фильтр они забьют окончательно эти пузыри действительно такое может быть давление начнет подниматься уже на венозной стороне потому что этот круг кровообращения он нарушается вплоть до того что начнется и дыма легких то есть скажу русские отек отек легких и после этого под водой скорее всего разобьется очень быстро жесткий кашель и дыхательная недостаточность которая может привести к панике и вылету наверх поэтому вылез большой глубины доверху чреват именно вот как раз а вот этими проблемами с забитым легочным фильтром отеком легких и остальными проблемами значит наверху это значит мы видим что здесь система работает как и должна пузыри уходят к легким и у нас артериальная сторона абсолютно чисто ничего плохого тут нету а вот ниже как раз то что я говорил значит здесь есть пфой на артериальную сторону попадают пузыри с венозной стороны после чего они разлетаются уже по нашему телу что естественно не очень хорошо окей так это касательно пфо если у вас по пфо есть вопросы или какие-то там я не знаю вас что-то интересует то вы быстро задавайте если не туда пойдем просто напросто дальше пока вопросов нету можно спросить или не прохал можно ли можно ну да спрос так уже спрашиваешь чтобы речь идет о кожной форме объясни пожалуйста подробнее я подразумеваю мраморной зуд до раскрыть немножко шире эту форму причины возникновения при том что вряд ли открыто окно есть по той причине что ну лет 20-15 пускай ныряю декомпрессионно да и не было этих признаков и вот только последние какие-то там воды ну вот два периодически проскакивает кожная форма вес избыточный сильно а ныряется с воздухом я как понимаю воздух на кислород это это бывает из-за того что когда если избыточный есть вес азот достаточно хорошо растворяется в жировых тканях то есть газа то может и в итоге быть до пяти раз больше чем у его находятся в других тканях мускулах и т.д. и т.п. пять раз больше то есть потому что у него большая липофильность у газа то есть он хорошо проникает поэтому и наркотичность у него такая высокая то есть если есть лишняя лишняя значит жировая клетчатка то есть сами адипоциты они побольше размером то есть они в себя принимают намного больше газа этот газ просто не успевает выйти нормальным способом а еще есть такое что к этому сейчас наверно в скорости и перейдем то что типичное погружение выглядит следующим следующим образом мы идем воду чаще всего у нас есть это вчера говорил я сейчас как бы сделаю такую ремарку я вчера говорю что одна из самых важнейших тем что сегодня буду говорить это чистота сердечных сокращений то есть это то что большую часть людей загоняет потом в барокамеру почему я тоже вчера еще рассказывал меня были были такая серия погружений которые проходили на одной и той же глубине и вот мои ученики знают я им наверное рассказывал уже по сотому разу кто мне мои ученики наверное это будет первый раз я слышу поэтому вам наверно это будет интереснее в общем мы ныряли значит пещере глубина соответственно фиксируется этой пещеры и глубже быть не может тонное время мы все время оставляли одним и тем же и соответственно и сама декомпрессионная процедура по идее должна была быть идентичной 1 1 и той же самое то есть ничем не отличаться но у нас была проблема в том что мы поначалу ныряп на скутерах обследуя грубо говоря эту пещеру по ним там планируя как мы будем в ней работать протягивать ходовик мы погружаясь потом уже с работой с протягиваем ходовика оба закисли причем закисли достаточно бодро дно там первого типа то есть суставы и все остальное и получилось что но я приехал назад как бы с медицинской точки зрения это естественно тоже понимаю что это дало накладку вот это вот работа под водой но больше мне как бы так объяснил на тот момент очень хорошие знакомый врач и он как раз именно спецфизиолог он говорит ну вот подумай сам как бы все декомпрессионные планировщики они заточены под определенное количество сердцебиение то есть он никогда не будет заточен этот планировщик под 50 или 40 ударов минуту до либо наоборот там под 180 то есть это значит вот эти когда свинки там у бюльмана сидели или овечечки в бараками они знать об этом ни о чем не знали им было там достаточно тепло комфортно и у них частота сердечных сокращений она ошибка не менялась поэтому никакой статистики особой нету по тому насколько будет насыщение газом отличаться от стандартных как бы вот этих вот алгоритмов ну единственное когда-то ватек там пробовал делать спор они значит упускали такой на грудный датчик который значит корректировал декомпрессию но он корректирую настолько консервативно что естественно всех поздирали потому что он заставлял сидеть там намного намного дольше под водой но возвращаясь к моему погружению и вот к этому объяснению моего этого знакомого врача вам говорит подумай сам вот если декомпрессионный планировщик заточен возьмем за основу под среднестатистического человека у которого 70-80 ударов в минуту а вы начали работать у вас скорее всего пульс поднялся до 120-130 это действительно было так потому что мы там настолько я там помню пару раз запыхался что мне приходилось останавливаться чтобы перевести дыхание то есть и сердце начинает биться грубо говоря ну не в два раза чаще до было бы там 160 но там на 70 80 процентов 60 процентов возьмем заснул 50 процентов до 50 процентов от 80 это будет 120 ударов это не бог как в мега много для относительно не не самых старых и молодых людей поэтому это ну терпимо но получается что в той активной фазе где я набираю инертный газ ткани у меня мое сердце бьется под 120 вместе 80 это 50 процентов больше он говорит а вы просчитали свое погружение так как будто вы донное время увеличили на 50 процентов то есть получается мы 40 минут которые находились там причем это грубый очень расчет по большому счету нужно правильно считать это уже реально с алгоритмами то есть это нужно знать но это очень сложно будет рассчитывать но он говорит такой тупым методом это было бы накинуть эти 50 процентов донному времени и вместо допустим там и 40 минут и сидели на дне уже считать как 60 минут на дне 60 минут на дне или 40 минут на дне там при средней глубине там 60-70 метров это очень большая разница по декомпрессии и вот эту очень большую разницу мы тупо не отсидели естественно мы закисли поэтому основной фактор здесь именно вот эта частота сердечных сокращений и к сожалению частота сердечных сокращений она не только от работы как только вам становится некомфортно под водой а это случается почти со всеми то есть вы уходите не на 10 метров в дохабе да там смотреть рифа вы уходите в техническое погружение она более глубокая пещеры реки я не знаю еще что скорее всего он будет где-то на какой-то момент у вас будет такое возбуждение то есть вам кажется как тут классно или наоборот не страшно или наоборот волосы здорово вау но если вы померяете свою частоту сердечных сокращений на однозначно будет выше с вами ничего не случается только из-за того что вот так я вчера чертил вот это граница настоящее образование пузырьков ваших тканях она отодвинута достаточно сильно сторону в моем случае там дети были пунктирные линии вчера и мы этим пользуемся то вот этим запасом прочности то есть получается что как только вам под водой страшно как только вы начинаете работать как только у вас под водой стресс как только под водой на ваш что-то действует что заставляет сердце быстрее биться по идее вам нужно это корректировать но корректировать как на самом деле никакой панацеи нету наверно стоит заранее это делать и говорит ребята мы там погружаемся завтра на 120 метров наверное погружение будет но не самое простое ли пусть даже 120 возьмем за 100 до 60 метров оно не самое простое мы наверное не самые опытные давайте сделаем это все консервативнее если люди адекватные они скорее всего пойдут навстречу скажу да давайте если люди неадекватно они будут гридан зачем мы там самые 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 но это чек возможно рано или поздно закиснет здесь нужно делать коррекцию то есть коррекцию какую вы планируете 20 минут на дне ну и 50 процентов сверху будет еще плюс 10 минут посмотрите разницу по декомпрессии и возможно перепланируете как будто вот этот плюс 10 лишних этих минут возможно вас покроет ваш аварийный как-то план можете по аварийному плану выплывать тогда это все два в одном грубо говоря вы тогда аварийным планом можете перекрыть и сам настоящую аварию если там она произойдет до конца времени донного либо вот такие вот изменения в вашем состоянии причем в этой под водой можете делать даже если вы идете на глубину там 60-70 метров вы там себя чувствуете достаточно комфортно но под водой вы чувствуете что что-то пошел не так вы реально чувствуете что вам страшно сердце бьется прыгает из груди вы просто автоматом переходите к аварийному плану но оставаясь в рамках стандартного дайва то есть тогда вы будете как бы немножко с безопасной стороны окей дальше я почитаю что мне пишут при операции скрывать грудную клетку нет ничего не скрывает игр это через бедренную вену просто входят в эту вену достаточно большая доходят до сердца и через звенозную сторону перекрывают округлером значит этот дефект рекомендуемый градиент-фактор при открытом окне александр спрашивает на самом деле вот тут градиент-фактор должен быть очень низким то есть можете смело начинать с 20 потому что не чтобы не дай бог у вас не было образование пузырей которые могут перелететь на другую сторону и здесь очень важно еще момент нельзя напрягаться во время декомпрессионных фазы всплытия то есть если вы начинаете делать ротацию со стейджами как вы там со скутером тащите своего партнера размахивайте руками это все очень плохо влияет на декомпрессию то есть все то что если вы вдруг чихнете или будете кашлять кашель тоже поднимает давление на венозной стороне и тогда через вот этот вот шут могут полететь пузыри через pf на другую сторону поэтому напрягаться во время дайва и после очень не рекомендуется особенно если это будет декомпрессионная окей поэтому начинаете достаточно низко если она есть если открыто окно я честно лично сказал бы я бы не запрещал было нырять но я наверно серьезное декомпрессионное погружение для вас отменил потому что операцию сделать на пфо это реально не о чем просто не о чем то есть операция реально она амбулаторная то есть у нас германии и и ты приехал с утра тебе поставили оклютор ты посидел там два часа тебя спросили все или окейте обследовали напоследок дали пинок под задницу все это готов то есть ты приходишь потом еще раз на обследование несколько раз и все в некоторых больниц доставляют на один день на следующий день ты уходишь в некоторых может на 2 но и на самом деле операция просто просто не о чем окей дальше и антон да говорит что пошел и он нашу ливу пфо базе да потому что пфо могут найти и отныряв ты можешь отнырять 20 лет и потом найти у себя пфо опять же говорю если у меня пфо может быть разное но может быть полностью открыто дефект просто дырка дырка может быть очень маленькая то есть туда не все пузырьки пролетят а поскольку давление выше все таки на артериальной стороне тут пузырек туда автоматом полететь то никак не может то есть и пока значит либо а легочный фильтр не будет забит если забьется легочный фильтр давление на венозной стороне начнет расти только из уже из-за этого соответственно пузырьки смогут прилетать либо я начну напрягаться я начинаю напрягаться значит соответственно растет давление на венозной стороне и пузырьки уже могут перелететь на артериально то есть сами по себе при стандартной обстановке они никуда не полетят но если вот я во время дайва начну кашля чихает дергаться и так далее то это может как раз таки повлиять осав спрашивает следуя этой логике фазе декомпрессии повышенное сердцебиение должно быть плюс все правильно ты осав говоришь так оно и есть поэтому идеальное погружение выглядит следующим образом я дженни прыгаю в воду падаю на дно у меня удары становятся 10 ударов в минуту я в полном спокойствии проплывают доллую фазу я начинаю выходить на диском декомпрессию меня включается моё сердце она херачит под 150-160 ударов в минуту и после чего у меня рассыщение настолько быстро что я там могу вспомнить декомпрессию свою половинку ничего со мной не будет поэтому как бы в идеале если даже вы понимаете что декомпрессия у вас прошла более-менее нормальная точнее декомпрессия донная фаза то декомпрессию вам желательно проводить в движении но ваше движение оно должно быть нерывковое то есть дерганые движения это минус вы должны плыть спокойно вы плывете но мощно гребете не дергая ногами просто грибок мощный но последовательный особенно в эту мощность можете повышать по истечению какого-то время на заданной глубине когда градиент начнет там падать то есть вы пришли обычно вы прилетаете на эту глубину в самом начале градиент подскакивает вот какое-то высокое достаточно значение то есть если мы выйдем из воды там пусть это будет 80 или 85 то соответственно все остановки ниже они будут уменьшаться по градиенту на тот момент пока мы на него приходит это значит что мы возьмем за основу пусть это будет там 75 мы пришли на глубину градиент скакнул в тканях в каких-то ведущей ткани в так называемым под 75 значит процентов после чего я начинаю отстаиваться на этой глубине естественно градиент будет падать тобой 74 73 и пошло вниз себе вот если я в это время начинаю постепенно разгоняться и плыть на самом деле градиент будет падать еще еще быстрее потому что газ инертный там три микс гелий плюс азов начинает более ускоренно выводиться из моего организма да вот и если он ускоренно выводится это означает что я свои естественно с точки безопасности для меня это огромный жирный плюс пещерах иногда это не получается но я хоть до того я это делаю реально если декомпрессионная пещере погружение и утыкаюсь в стену и просто грибу на месте ногами то есть никто не говорит против можно это делать и на месте то есть я грибу я чувствую я начинаю потреблять больше газа значит автоматом сердце начинает быстрее биться ну и все хорошо единственный минус до потребления здесь повышенная газа но будет там с 15 литров 20 из 20 25 но это не так существенно существенно здесь что декомпрессия по качеству начинают выигрывать окей дальше почему не добавить в компьютер опцию мерить пульс на самом деле я уже говорил ее добавляли и добавлял ватэк но почему они и убрали они потому же и убрали ватэк вообще пытался на каком-то этапе быть инноватором в план планировщиках компьютерах вообще снаряжение и они значит всегда пытались добавлять какие-то вещи которых не было на рынке но это понятно это опять же со стороны финансовой даст может быть неплохо какой-то замечательный компьютер стрельба все побежали его покупать то есть у них были значит начале они использовали бюльмана который был действительно заточен как он должен быть вот это настоящий бюльман со всеми кучей в медленных тканей которые в итоге давал 48 часов нелетных и соответственно они туда убрали потому что они крали получается у людей один день а другие компьютеры такого не показывали они же сделали значит кооперации с этим поваром повар фирма они делали значит такой нагрудный датчик который мерить сердцебиение дает потом данные на компьютер но он работав криво косо иногда не давал вообще никаких данных то есть компьютер пытался отсутствие данных просто обсчитывать потом вдруг появлялась информация потому что у него место там 80 120 он вдруг прыгал наверх потом прыгал вниз потому что сигнала не было от датчика в общем все это и вся эта затея не очень хорошо а еще из-за того что тупо декомпрессия становится настолько длинной что люди снова говорили слушай что за дурацкий у тебя компьютер меня мой выводит ну как обычно там за 30 минут а у тебя надо сидеть там почти час мы оба с тобой выходим а как бы никаких проблем ни у тебя ни у меня нет на самом деле это компьютер работает точно он работает действительно правильно просто вы выходите когда вот не делая коррекцию вы выходите за рамки этого бюльмана стопроцентного начинаете двигаться к моей пунктирной линии которую там вчера на картинке рисовал то есть опять же в этой находитесь в запасе прочности вылетая из в общем-то из декомпрессионного этого своего алгоритма окей дальше если дайв на 3 микс и если различия с дайвом на воздухе при окне конечно есть потому что к сожалению образуются пузырьки легче и быстрее с 3 миксом с гелием то есть это получается ну как бы автоматом к сожалению так потому что сам гелий он быстро газ молекул атома гелия достаточно маленькие двигаются достаточно быстро и газ в три раза практически быстрее чем в 365 по моему что такое быстрее чем азот и кто-то там кашляет выключайте пожалуйста я вас включаю извините ваши микрофона и поэтому пузырьки его легче и быстрее проявляются и газ накапливается в тканях быстрее хотя и быстрее он оттуда выветривается но поэтому вся декомпрессия именно из-за этого из-за быстрого газа она будет начинаться глубже и длиться дольше хотя если брать идеальный такой вариант например при saturation дайвинге то есть когда водолазы находятся длительное время на дне и сидят под тем же самым давлением пара камерах и их там давят с гелиоксом то есть грубо говоря кислорода гелий кто опять включает iphone в ладзе мьют я вас выключаю не надо включать пожалуйста микрофон пишите смотрите а то другие слушают какие-то там чужеродные звуки в общем при всех прочих равных если я там на 100 метрах работаю несколько дней с тримиксом или с воздухом с тримиксом я выйду в итоге раньше потому что гели выветривается намного быстрее у нас произошло полное накопление газа во всех тканях если мы берем стандартные дайвы то в 90 процентов мы будем 99 процентах мы будем наоборот то есть погружение стримиксом она будет по времени по декомпрессии дольше потому что газ успевает насытить те ткани которые меня потом не выпускают наверх на верхней остановке декомпрессии мне приходится сидеть глубже пока я сижу глубже другие ткани начинают накапливать инертный газ и поэтому это все это замедляет чем больше гелия тем соответственно больше будет разница у меня брадикардия то есть сердцебрение 56-58 значит ли что насыщение ткани газом будет медленнее и диспетрация тоже медленно на самом деле здесь соотношение важно то есть если брадикардии у меня там 50-60 на самом деле таких людей достаточно много если взять там каких-то легкоатлетов марафон со филосипедистов у них у всех брадикардия спортивная то есть у них сердце бьется под те же самые там 50-60 но соотношение опять выключилась ваши микрофоны значит соответственно здесь важна разница поэтому почему спортсменам говорится что вот эта физическая подготовка она хорошо влияет еще и на декомпрессию потому что разница в сердцебиении будет не очень большое потому что небольшая нагрузка не выведет мое сердце если учать допустим там тучные у него большой вес у него никакущая физуха то соответственно с его 80 ударов он очень быстро прыгнет на 140 ударов соответственно кроме того что у него сало полно которое газ себе достаточно хорошо накапливать можно у него сам разница по сердцебиению будет высокой если я же спортсмен то с 80 у меня прыгнет на 90 ударов или там с 50 на 60 или 60 на 70 но неважно то есть сама сама вот эта разница в чистоте сердечных сокращений будет меньше чем меньше эта разница тем лучше то есть но опять же здесь другое есть другая обратная грань то есть если кто-то захочет усиленно на декомпрессии избавиться от газа то такому человеку без физической подготовки по идее это сделать будет легче если он начнется грести ластами то у него прыгнет его частота сердечных сокращений еще выше но опять же ничего не мешает этому спортсмену грести более усиленно или что-то делать чтобы поднять не на 10 там ударов нападать на 20 то есть поэтому ну вот спортсмен всегда будет иметь преимущество если у меня опять же брать с такой вообще идеальный вариант у меня полная брадикардия 10 ударов ну 10 ударов а когда выйдут декапрессию будет 80 вообще здорово классно то есть если у меня брадикардия просто именно как диагноз то скорее всего она насыщение будет по отношению к освещению таким же ничего особо не поменяется то есть компьютер меня будет останавливать но поскольку у меня частота осталась такая же то подменяет алгоритм будет точно также приблизительно и дальше работать но на самом деле здесь есть степень безопасности то есть у кого медленно сердце бьется но соответственно насыщение будет меньше и градиент будет прыгать тоже меньше поэтому таким людям из брагикардии в общем-то нырять чуть-чуть безопаснее окей это я говорю сейчас только за чистоту сердечных сокращений дальше отношения в один спрашивает хилиум пенальти отношение какое ну это я наверное по времени времени то что накидывается по декомпрессии наверное на него ответил до декомпрессия будет ли не гели если нет в один тогда перепиши вопрос может я чуть не тупой влияние скачка по по 2 на метаболизм во время смены газов при деке вот лево спрашивает на самом деле да он есть потому что опять же что кислород делает кислорода много разных негативных кроме позитивного того что он нам нужен для метаболизма есть много разных негативных свойств одно из них это значит его токсичность которая выражается для нас дайверов значит возможность разработать кислородное отравление cns либо кислородное отравление легких но у него есть еще и дополнительные такие свойства как вызывать вазоконстрикцию то есть он сужает сосуды это на самом деле для нас не очень хорошая вещь потому что как только я и он вызывает брадикардию тоже это тоже не очень для нас хорошая вещь то есть сам газ по себе сужает сосуды и препятствует тем самым выводу газа из моей тушки то есть из-за него руки начинают мерзнуть быстрее ноги тоже кровообращение быстрее централизуется мне становится холоднее и газ хуже удаляется из моей тушки поэтому тем более при кислородной теке при большом при большом парциальном давлении кислорода очень неплохо бы вот как-то активно двигаться но опять же без резких движений еще метаболизм как таковой не ускоряется потому что клеткам то есть было бы классно сказать а сейчас подышу там полчаса кислородом да и после чего я буду стройный красивый у меня будет куча энергии сожалению это не так кислород окисляет сахара и его до клеткам легче забрать кислород который растворен физически чем он химически когда присоединен это есть такое но опять же это все начинается с порталки там выше двух примерно то есть поэтому в общем то и в барокамерах и вся это работает то есть барокамера когда мы в барокамере сидим немножко одно на другое но вернемся в общем барокамера когда мы сидим барокамере лечимся нас лечат двумя способами на на самом деле первое это убирают диаметр пузырька это очень важно то есть чтобы ишемии убрать то есть диаметр был там скажем при одном баре такой если мы соответственно на три бара то он будет ну не в три раза меньше но как минимум там два с копейками раза меньше будет пузырек соответственно поджат чем меньше радиус пузырька тем тяжелее его получается сдавить и на каком-то этапе пузырек нужно там сотни бар чтобы его полностью растворить обратно в плазме поэтому один раз появившись пузырек так просто уже уйти из ткани не может его нельзя просто давлением как-то раз и убрал на самом деле давлением он становится меньше убирает ишемию из ткани и он может отдавать свой газ который находится вот в этих в этом пузырьке все-таки чуть как-то эффективнее чем он там повреждает ткань в которой находится и начинается отек и иллюминация газа из этого пузырька будет нарушена плюс уже там вчера немного разговаривал там на эту тему на поверхности пузырька могут образовываться различные конгломераты то есть там может проходить какая-то иммунная реакция организма на этот пузырек после чего этот пузырек обрастает разными агентами которые препятствуют снова выходу газа из него такие барокамера значит первое она уменьшает размер пузырька а второе она оксигенацию повышает мои тушки настолько что доводя ее в оптимале до трех бар или чуть меньше чуть больше и тогда организм полностью себя покрывает надобность кислороде только за счет физически растворенного газа не химически присоединенного к гемоглобину эритроцитов а именно физически вода в плазме то есть мне кровь тогда по ходу не нужно то есть я могу выпустить в общем то себя кровь закачать туда воду и я буду жить дальше таком примерно приблизительно три бара чистого кислорода должно быть давление то есть я могу существовать понижая давление естественно то есть иногда и такое бывает что чек с какими-то серьезной симптоматикой он в барокамере быстро при трех барах оклемался волк от не здорово хорошо давайте меня выводить из этой глубины и если врач спецфизиолог который работает в барокамере раньше времени его начнет оттуда выводить то вполне вероятно что дойдя до определенной отметки снова наступит ишемия и человек теряет сознание ли у него начнется снова этажа нервные какие-то сильные нервная симптоматика которая была до этого поэтому кислород вот он влияет вот таким вот образом то есть но метаболизм как таковой не убыстряется игры наоборот кислород действует здесь бобра как ради картический такой агент вещество то есть он заставляет сердце биться медленнее это еще для нас в общем-то хуже действует окей если смысл уменьшать нижний градиент 60 до например 30 при дави на гели при прочих ранах нет никакого смысла особого нету потому что я уже говорил быстрые ткани выдерживают я ныряю любые погружения абсолютно любые 60 процентами нижнего градиента никаких проблем я не испытываю я ныряю время от времени достаточно глубоко и никаких проблем у меня до сих пор в этом плане не было я говорю больше обращайте внимание на то как вы на дни себя ведете то есть насколько у вас стресс высокий или вы работаете на дне чем пытаться поиграться там 5-10 процентов куда-то вверх-вниз естественно любое занижение градиентов это означает более консервативное погружение то есть по времени вы будете сидеть но если вопрос нужно ли вам и на самом деле вы все равно выходите на поверхность когда вы будете около поверхности сидеть вы будете сидеть под те же самые 8085 неважно какой у вас был внизу градиент вас компьютер выпустит наверх при 80 мете 85 сколько вы там выставили градиенте то есть без разницы какой у вас там внизу если у вас есть по и фото есть смысл по и фоне эту смысл никакого нету то есть быстрая ткани они ну очень большая редкость такое что быстрая ткани каким-то образом страдают при некомпрессии то есть это должно быть вылет с большой глубины на мил на мир на мелководье и вот так да 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 и ну тогда может случиться проблема я вы сколько вы сами слышали у человека у которого нету пфо чтобы у него была неврология ну наверное никто ничего не слышал то есть у кого пфо да но если не брать пфо все до типично там у кого-то то плечи левое плечо стандартом там колени и локти и т.д. и т.п. но не не цены страдает окей дальше изоборическая контр диффузия при каких глубинах смесях надо учитывать на самом деле джиуи небезызвестная организация они говорят что для нас то есть опять же некоторые неправильно трактуют они не говорят вообще контр диффузии нету они говорят что в дайвинге для нас контр диффузии нету и на самом деле они с их стандартными газами они правы то есть контр диффузии стандартная контр диффузия происходит тогда когда в моем теле на х находится какой-то медленный газ я переключаюсь на более быстрый газ то есть если я например возьмем за основу буду на дне находиться там с воздухом но у меня остался стэйдж там travel газ до этапный стэйдж там с тримиксом и я перейду прислушивайте на этот тримикс и с ней в стэйдж тревел стэйдж да я могу здесь заработать контр диффузию потому что гелий значительно быстрее начинает проникать в ткани азота туду чем азот оттуда уходит сам пузырек это всегда совокупность общего парциального давления всех газов а не какого-то одного то есть поэтому и пузырек в самом себе когда если там замере содержания газа в пузырьке там такая солянка там все находится в этом пузырьке а декомпрессии когда вот с дкб да то есть там естественно будет и азот и гелий там будет и кислород там будет и естественно пар там будет и углекислота то есть там все все там находится поэтому любой пузырек это не один какой-то там газ а это все вместе вот поэтому поэтому контр диффузия она имеет смысл тогда учитывать когда я по каким-то причинам захочу перейти с медленного на быстрый газ но и с медленного на быстрый это еще бывает когда я иду на глубину то есть я перекрыл перехожу с какого-то на и так сатра его на 3 микс но это для меня тогда не релевантно потому что общее количество газа у меня и градиент они для меня не растут они падают я ухожу вниз то есть получается я заряжаюсь по дороге еще и 3 миксом могу чем угодно заряжаться для меня это даст какое-то значение на всплыть и но не по дороге там на дно поэтому смысла тут как бы тоже нету но есть одно но есть такое я вам сейчас как раз заодно поставлю картинку как ухо наше среднее внутреннее которое она может доставить с контр диффузии проблемы почему потому что дайте мне пожалуйста знать если видите картинку ухо к сожалению блин да не очень хорошее качество фотографии но ладно да есть окей значит смотрите мы погружаемся с вами чему и к чему я веду почему бывает иногда что вертига у кого-то там головокружение во время сплытия на самом деле головокружение во время сплытия имеет под собой 99 процентах две две два разных фактора первый фактор это то что расширяясь газ не может пройти если мы крестик видите через листах его трубу и получается что давление с одной стороны получается выше то есть среднем ухе чем с другой страны и поскольку давление с одной стороны выше то давление это давит на круглое на овальное окно там находится перелимфа индолимфа которая давит в свою очередь соответственно передает давление на улитку и на каналу полуокружные после чего нас начинаем нас начинается головокружение кто-то что-то пишет сейчас посмотрю синдром миньера но миньер синдром это не совсем то синдром миньера насколько я помню это как раз с эндолимфой связано то есть там не с давлением в среднем ухе меня с давлением с давлением просто индо лимфа и перелимфа по каким-то причинам то есть это не связано с давлением газа в самом среднем ухе. То есть там, да, там схожи, там то, что давление в эндолимфе или в перелимфе, оно выше, чем оно должно быть, или с одной из двух сторон, да. Ну, вот здесь там фотофизиология другая совсем. Окей. Здесь же получается, это первый вариант. Значит, ухо может головокружение быть из-за того, что тупо давление разное в среднем ухе с левой и с правой стороны, мозг не может расшифровать, где правильно, где неправильно, из-за этого, соответственно, что мы зарабатываем головокружение. На самом деле головокружение можно еще раз заработать, можете дома проверить, забавная такая. Вы берете душ, горячую воду и заливаете себе прям в ухо, прям туда в сторону барабанной перепонки. Если вы закроете глаза, у вас начнет кружиться голова, если вы с одной стороны будете горячую воду заливать. То есть, соответственно, здесь похоже раздражение, которое идет на полукружные каналы выше, и мозг толком расшифровать не может. То есть холодная вода точно так же, полностью холодную воду. Если туда заливать, то то же самое будет ковокружение. То есть, естественно, с одной стороны, если это делать. Но если вернуться обратно к контрдиффузии, здесь другое. Когда мы приходим на дно, последний раз, скорее всего, мы продуваем уши именно там где-то на дне. То есть это стандарт. То есть мы прилетаем на дно, руку к носу, продулись, мне комфортно, все замечательно. Это значит, что мы дышим как раз донным газом и заполнили все среднее ухо этим донным газом. Теперь у нас, значит, проходит донное время, мы начинаем всплывать. Газ только стравливается через дештахиваю трубу, но сам состав газа не меняется. Это значит, что у меня в ухе мой донный газ. Этот донный газ будет, по идее, со мной находиться до самой поверхности. Через какое-то время, значит, он оттуда улетучится, потому что молекулы гелия будут проходить и через барабанную перепонку, и через трубу, и в общем везде, где можно. Но я же перехожу по дороге наверх, когда всплываю на какие-то нейтрексы, на какие-то кислороды и т.д. и т.п. И вот здесь получается следующее, что я дышу нейтрексом, у меня накапливаться начинает уже азот достаточно серьезно в тканях, а тут со стороны среднего уха начинает проникать в сторону кровотока, в сторону, опять же, каналов, и улитки начинают проникать в гелий, который может вызвать в этом месте локальное перенасыщение, там градиент скачет локально наверх, образуются пузыри, меня начинает штормить, я могу оглохнуть в это время, и т.д. и т.п. со всеми проблемами, и мы зарабатываем здесь ДКБ внутреннего уха. Что можно сделать для этого? То есть, если у вас реально такие погружения, где есть тримикс, когда вы переходите на какой-то из нейтрексов, вот вы перешли там, допустим, по дороге, я не знаю, пусть это будет какой-то, да неважно, даже нейтрекс это, или какой-то тоже тримикс, который по дороге вы переходите, там у вас же жирный внизу тримикс, по дороге вы перейдете явно на не такой жирный тримикс, это может быть, не знаю, какой-то 30-30 или 15-55, в зависимости от глубины, но неважно, содержание гелия там однозначно будет меньше, то вы берете, проваливаетесь на несколько метров вниз, прям проваливаетесь сознательно, но, естественно, это оговаривается с партнером, вы уходите на несколько метров вниз, продуваете там, потому что давлением вам немножко подожмет уши, продуваетесь, новым газом уже, соответственно, после чего вы идете наверх, следующий переход там на полтинник где-то будет, вы с 21 метра тоже уходите вниз, уходите там на 23-24, продули себе уши, потому что вас подожмет, соответственно, после того вы вернулись на эту стандартную глубину, уже проходите декомпрессию, как ни в чем не бывало, и то же самое вы делаете с кислородом, то есть вы перешли на 6 метров, не бойтесь, если вы уйдете там с 6 метров на 7, на 8, ради того, чтобы продукция вернетесь назад, с вами ничего не случится, потому что, ну, мы знаем, в парокамерах давят под 3 бара кислородом, и люди как бы сидят там достаточно долго. Вот, это касательно контрдиффузии, которая действительно имеет смысл нам со стороны дайверов. Еще может в теории быть, если я поддуваюсь гелия с удержащими газами, вот по каким-то причинам дурацким, я сухарь поддуваю, а дышу, опять же, обыкновенным стандартным воздухом или найтриксом, тоже на коже может произойти локальное перенасыщение газом, и вызовет это кожную форму, в общем-то, ДКБ. Окей, если вопросов по контрдиффузии у вас нету, то я тогда, наверное, буду дальше что-то сейчас рассказывать, если есть, задавайте. Вот, чат. Игорь спрашивается, не чревато ли повышение ЧСС и учащенное дыхание на ДКЕ при ППУ 1,6 кислородным отравлением? Ну, на самом деле, если брать, в общем, то да, кислородных молекул, естественно, будет в кровотоке и в тканях выше, и, соответственно, мои часы, эти кислородные, они будут немножко тикать быстрее, но мы, на самом деле, можно, я вам сейчас расскажу, как противодействовать кислороду, коли мы эту тему затрагиваем, то я вам расскажу, как я со своей стороны пытаюсь препятствовать какими-то медикаментами и развитие проблем с ДКБ, убрать, например, возможные воспалительные процессы, которые могут, опять же, проходить на стенках этого пузырька, локальное воспаление или общее воспаление, лишний ненужный иммунный ответ, это все я могу гасить аспирином. Он плюс не дает, значит, склеиваться тромбоцитом, значит, кровь, она, грубо говоря, остается в своей вот такой вот фазе жидкой и не где-то склеивается, нету таких, называется, стопок, денежные стопки или монетные стопки, как-то так они точно называются, это когда склеивание идет или эритроцитов, или, точнее, тромбоцитов, и они, грубо говоря, мешают, препятствуют потом мне, закупоривая им кровоток, они мешают мне выходить газу. То есть поэтому аспирин в этом плане достаточно интересный препарат, плюс он, как бы я говорю, он уменьшает воспаление. У кого-то, если головные боли после дайва, неважно, связаны с неправильным дыханием или с неправильным положением головы, гипертонусом каким-то мышцам или еще чего-нибудь, то, соответственно, аспирин тоже как бы в этом плане поможет. Так что я принимаю аспирин в дозировке примерно от 500 миллиграмм и выше перед дайвом буквально вот за час максимум. Следующее, что вам очень неплохо бы принимать, это на самом деле мультивитамины. То есть, в общем, я далеко не любитель мультивитаминов, потому что водорастворимые еще кое-как не шло, они быстро выводятся, жирорастворимые витамины, как бы вещь такая, палка о двух концах. И на данном этапе медицины считается, что они больше вредят, чем как бы приносят пользу. Но у них есть у всех, почти у всех или у многих витаминов есть большой положительный эффект, они являются антиоксидантами и, значит, они могут блокировать появление вот этих высокореактивных молекул кислорода. Там их целый набор, их на самом деле достаточно много, там всякие пероксиды, оксиды и т.д. и т.п., которые, в общем-то, мне начинают повреждать мембрану стенок, забирая, значит, недостающие электроны себе на орбиту, чтобы стабилизироваться, дестабилизируют мне, соответственно, мою клетку, после чего, к сожалению, вчера уже говорил, ЦНС липидных тканей и жировых достаточно много и кислород на них действует достаточно активно. И вот чтобы отодвинуть вот этот момент, я, значит, начинаю потреблять А, витамины, ну, именно прям таблеткой, но это касательно серьезных декадаевов и долгих экспозиций с кислородом. Либо я еще начинаю пить, опять же, из двух соображений, такой есть препарат АЦЦ или НАК, то есть это ацетилцистеин. Это препарат, в общем-то, от кашля, который продается без рецептов в любой аптеке. Я потребляю по 600 миллиграмм одну таблетку дадаева. Чем он интересен, этот препарат? Кроме того, что, в общем-то, это антидот для протестамола, но как бы нам здесь не очень интересен. Он, опять же, у него есть небольшой противовоспалительный эффект, это тоже хорошо. У него есть, поскольку он там десульфидные соединения нарушает между, в мокроте, то есть сама слизь мокрота, она становится более, как сказать, более, более жидкой, разжиженной, и она удаляется из легких более спокойно и активно, чтобы не получилось вот этого air-trapping, так называемого закупорка альбиола, с сухим секретом, который потом при неблагоприятном стечении обстоятельств это альбиола может лопнуть при всплытии и может заработать баротравму легки. То есть это когда дышится сухим газом долгое время и вот этот секрет начинает сохнуть, образовываются пробки. Поэтому вот этот вот препарат, он так бы способствует тому, что слизь, секрет начинает нормально отделяться и выходить, он отхаркивается где-то там по дороге. Это первое. А второе у него очень интересное и важное, кстати, на нем и основывается вот эта вот гипопротекторная функция это то, что в печени он преобразуется в такой очень мощный антиоксидант глютатион называется, который очень реально мощный, один из самых мощных вообще какой-нибудь там есть. После чего он на себя возьмет функцию тех ферментов, которые и так у нас в нашей тушке производятся, чтобы нейтрализовать вот этот кислород, но у нас есть запас этих вот всяких каталаз, там супероксид, дисмутаз, в общем, там целый набор разных антиоксидоторных ферментов, которые, значит, отлавливают вот эти кислородные молекулы и нейтрализуют их. В общем, у нас какой-то определенный пул, то есть у нас их запас, этот запас каждой секундой под повышенным давлением кислорода начинает падать. Когда он закончится, клетки реально начинают от этого страдать и с реальными проблемами в будущем, возможно, либо с легкими, либо с ЦНС. Так вот, этот блютатион, который образуется в печени, этот пул достаточно сильно поддерживает, внеся в свою грунт, достаточно большую лепту в вот этот антиоксидаторный стресс, который происходит у нас в организме. Поэтому, что я вот принимаю, это вот эти два препарата плюс группы витаминов. Еще как дополнительно цинк, селен, они тоже, в общем-то, говорится, что могут препятствовать вот этому оксидативному окислению в общем клеток в нашем организме. Окей, кислородное окно 50% на 21 метре стоит, не стоит, да еще раз, нету никакого кислородного окна, выкиньте это понятие, поищите товарища Бейкера в оригинале и почитайте, что там имеется в виду с кислородным окном. Это не, никоим образом не ускоряется никак декомпрессия. Это просто тупо, оно и называется окно. Это разница дифферент давления кислорода между артериальной и генозной стороной. Это же понятно, что если я дышу кислородом, то уже в легких, даже при дыхании чистым кислородом, все равно чистого кислорода там не будет, а газ выходит углекислота из легких, В там есть пар, С выходит инертные газы из меня, то есть уже чистый кислород в легких не будет. Дальше он попадает в артериальную сторону, там тоже он начинает падать, его парсалка. Дальше он попадает в ткани, там тоже ткани забирают кислород, они его забирают как и для питания клеток, так и чисто физически, то есть он начинает растворяться, да, где-то в плазме, в межклеточном пространстве, в клетках и так далее. То есть плюс дополнительно все это дело, кислород начинает падать и венозная сторона, получается, что давление на венозной стороне кислорода значительно, сильно, очень сильно различается по отношению к артериальной. И теперь, чем выше я буду делать давление на артериальной стороне, поскольку в клетках и так далее это пропорционально будет уменьшаться количество потребляемого кислорода этими клетками и тканями, то повышенным давлением кислорода я начну повышать на каком-то этапе уже венозную сторону. То есть на венозной стороне у меня будет кислород расти. Это хорошо, особенно если там находятся пузыри. Общее давление внутри позволяет этим пузырям сокращаться в диаметре и клетки, опять же, на венозной стороне ткань получает тоже дополнительный как бы кислород. Это все как бы позитивно влияет на мою декомпрессию как таковую в бракамере при наличии уже пузырей. Если пузырей нету, то у меня это кислородное так называемое окно оно плюс-минус никак. То есть даже те же джуи, которые пропагандировали это кислородное окно, они в своем планировщике никакое ускорение никакое ускорение по декомпрессии не делали. То есть никакой разницы нету математически проходить там на 6 метрах чистым кислородом или на 6 и на 3 или только на 3. То есть ты будешь сидеть, как только у тебя не будет присутствия инертного газа, ты будешь сидеть на то же время, пока ты не дойдешь до времени всплытия. То есть поэтому кислородного окно, которое якобы должно убыстрить декомпрессию, его нет. То есть забудьте это и просто даже себе голову этим не забивайте. То, что вам предлагает планировщик сидеть на определенной глубине, пользуйтесь этим. То есть это только из-за того, что вы пришли на глубину и начинаете размахивать руками, переключаясь на новый газ и т.д. и т.п. Только из-за этого вы там можете себе запланировать лишних пару-несколько минут, которым хуже не будет в итоге. Ну и плюс, конечно, все-таки там на 21 метре там не 1,6 порциалка, а 1,5,5. То есть как бы оно меньше заведомо тех одних шесть магической цифры, которую предлагали там живые для кислородного окна под водой. То есть тоже получается не совсем так, как оно есть. Окей, газбрейк на кислороде через сколько? Я делал раньше 15 минут на кислороде, 5, значит, на бэкгазе, но сейчас я перешел от этого, понял, что такой подход он излишен. Я делаю, начиная с 40 минут кислородной декомпрессии, я вставляю туда 5 минут, 25-20, дыханием, значит, с пониженным количеством кислорода. Чаще всего это, естественно, донный газ. Если это 6 метров, я даже пойду до того, что какой-нибудь жирный триммикс 10-70 могу дышать. Но здесь с большим знаком вопроса, почему? Потому что тот же газ 10-70 на 6 метрах будет иметь порциалку кислорода 0,16. Это означает ровно-ровно, да, вот только сколько вам нужно это метаболически, чтобы, значит, не потерять сознание. Физически растворенного кислорода на этой глубине тоже уже немного, но он есть. Поэтому как бы я могу этим газом дышать. Здесь есть другой эффект. Если я перехожу с кислорода, где сосуды у меня, мы уже говорили о том, что кислород немножко поджимает сосуды, и я перехожу на газ, и сосуды все, церебральные, естественно, тоже. И я перехожу на газ, который с пониженным количеством порциалка кислорода, то разом перейти с чистого кислорода на этой глубине, сосуды еще маленькие, поджатые, кислорода стало в разы меньше, мне реально здесь может меня сильно повезти, или в неблагопатериатном стечении обстоятельств я могу потерять даже в теории сознание. То есть такие реально случаи были. И реальные случаи я знаю лично, два я присутствовал на двух случаях с кислородным отравлением, к сожалению, спрогнозировать, когда оно у кого будет, очень сложно. Можно пытаться препятствовать этому, точнее, я три видел кислородных отравления, два из них были под водой, одно было в барокамере, где я когда-то волонтером работал. Волонтером я работал в барокамере, там, значит, естественно, лечат не дайверов по большей части, а там лечат диабетиков, онкологии, погорельцев и т.д. и т.п., то есть у кого-то отравление угарным газом, у кого-то ожоги, плохо которые, с обсигенацией, плохо ткани, они, соответственно, тоже там лечатся. В общем, там была тетечка, если мне память не изменяет, у нее там были диабетические язвы, и ее, значит, барокамере пролечивали, на, по-моему, третий сеанс из шести, они через день у нее были, но они ее давили до трех бар, она там сидела достаточно непродолжительное время, посмотрели, ее потихонечку выводили, и тетечка всегда была хорошо. Так вот, в этот раз, когда у нее это случилось, она буквально успела просидеть, наверное, минут 10. Через 10 минут она на бочок завалилась, задергалась, ну, и после чего там ассистент, который находился внутри, освободил ее от маски, ну, и тетечка как бы пришла в себя, естественно, ничего не помнила, что там с ней происходило, но самое интересное то, что через день она снова приехала и дальше ничего не было. Это был один-единственный с ней раз. С чем это было связано? Здесь очень много, может быть, факторов. От того, как я поел, попил, поспал, какое общее в организме сейчас состояние стресса и т.д. и т.п., наличие, отсутствие, вот, значит, витаминчиков и т.д. и т.п., это может дать о себе знать вот таким образом. А два других случая, один был при мне, когда мы ныряли на РЭ, как в Атлантике, я выходил на 9 метрах на эту флоутин-дека, на передвижную декостанцию, которая потом отцепляется от РЭКа и сама себе по течению плывет, чтобы не нужно было там за нее держаться, она на буях. Соответственно, люди уже были, я был, жених на 9 с товарищем, а они были выше на 6, и я увидел, что там началась какая-то движуха, но я тогда не понял, что там, я вижу, что там происходит что-то, что-то какие-то дергания, движения, и они вдруг почему-то уплыли наверх. Но я как бы не понимаю, там, какая у них декомпрессия, сколько им надо было стоять, я так не придал значения, отстоял свою декомпрессию, выплыл, им, естественно, уже сообщили, что вот один из знакомых, он, значит, он говорит, я посмотрел на часы, понял, что осталось там 10 минут кислородной декомпрессии, говорит, больше я ничего не помню, помню, что я вот очнулся на палубе, и за ним высылали потом и вертолет, береговая охрана, летел он по Белфастам, его там, значит, подержали немножко в больнице, поставили диагноз и пнули под зад ногой. Ну, в общем, как бы для него, к счастью, ничего не случилось, его чаще всего при кислородном отравлении есть варингоспазм, то есть дыхание прекращается и человек, ну, аспирация воды не происходит. И один раз это было при мне, ну, как при мне, это косвенно при мне, это было в пещере, в Реселе, известная пещера, когда французы, я, точнее, мы вышли из воды, я услышал какие-то крики на воде, подбежал туда посмотреть, и они уже сплавлялись с потерпевшим на спинке, его, значит, сплавляли, вытащили из пещеры, на его счастье, пещера имела эти вот эти вот вот кислородные 6 метров, достаточно недалеко от хода, поэтому они его оттуда вытащили, потому что в пещерах бывает такое, что 6 метров, где тебе надо стоять, декомпрессию, находится очень далеко от хода, и если там что-то случится, то это плохо, потому что вытащить за быстрое время человека из, на какой-то момент просто дыхание снова включается, и человек даже в полубессознательном или бессознательном состоянии, он просто вдохнет в воду, и на этом все, поэтому там пытаются людей держать как-то грудью вниз, там регулятор держать во рту и так далее, на всякий случай, но шанс то, что он захлебнется, в высоте все равно. Ну вот, и они, значит, вытащили его, он там в результате постепенно пришел в себя, и это вот еще один такой, к счастью, счастливый случай, кислородного отравления, тоже они не бог весь какое-то время сидели, может там 30 минут, 40 минут, что-то они там сидели на кислороде, в общем, не так сильно много. После этого я, естественно, так этой темой озаботившись, я реально стал искать вот все вот эти возможности уйти от этого кислородного отравления, уже не читая там, скажем, дайверскую литературу, скорее переходя к медицинской литературе и выискивая какие-то препараты, которые не наносят мне побочный эффект вред, вот из этих, одни из этих препаратов как раз ацетилсостоин, плюс которых действительно должен как бы срабатывать. Вот он срабатывает, поэтому я его принимаю. В общем-то, это такая мое ноу-хау, грубо говоря, вряд ли где-то еще его кто-то использует. Окей, давайте дальше. Значит, по газбрейку я сказал, я через 20 минут, то есть, если у меня будет полчаса декомпрессия на чистом кислороде, я скорее всего ничего делать не буду, я сижу спокойно эти полчаса и не буду особо париться. Если у меня будет 40 минут, я разобью 25-20. Если будет 50 минут, то это будет 20, опять 20, 5, и тогда там плюс остаточное время, ну и так далее. Ухо видно. Дальше. Антон спрашивает, правда, что контрдиффузия может появиться при всплытии и переходе с медленного газа, например, с воздуха на быстрый тримикс, если только содержание гелия в этой смеси больше 23%. Нет, на самом деле тут зависит от того, как спланировано погружение и как спланирован сам дайв и как он протекал, потому что мы пользуемся математической моделью, которая нам очень дает приблизительно понятие того, сколько у меня сейчас реально газа в тканях. Если у меня даже чуть-чуть гелия в новой смеси, то он все равно полетит быстрее, чем другой газ будет исходить из моей тушки. Правильно же? Это логично. Все равно его молекулы полетят быстрее. И если я пришел на эту глубину не при 60% моего перенасыщения газа, то есть мой градиент не 60% или не 70%, а он 99%, потому что я там на дне дышал как паровоз, потому что сердце быстро билось, то вот этого 1-2% как раз и хватит, чтобы заработать эти пузыри. Поэтому там 23% гелия или там 20 или 18 никакой роли вообще не играет. То есть, естественно, чем больше гелия, тем больше шанс, но можно заработать просто добив буквально пару процентов. Поэтому, кстати, и ухожу я дыханием с тримиксом газбрейки вот только через 20 минут, когда у меня градиент точно свалится в самое не могу, а не так, что там 15 минут чистым кислородом, да, тоже, естественно, градиент сильно падает, но 5 минут лишних градиент упадет еще сильнее. Поэтому переход на тримикс донны мне, скорее всего, проблем точно здесь не доставит. Окей, дальше. При избыточном весе более эффективный ГФ будет 30-65, чем 10-80. Юрий спрашивает. На самом деле наше сало относится к среднемедленным тканям. То есть, они верхний градиент лучше тоже понижать, нижний можно спокойно повышать. То есть, если я нырял раньше там 30-65, можно смело поднять его на 40, а вот верхний здесь вопрос, потому что все-таки это относится больше к медленным тканям, поэтому 80, возможно, слишком много. Здесь его можно убрать на 75. Но сильно, и опять же, это надо узнавать. Юр, там были ли у тебя какие-то случаи ДКБ, если были какая форма и т.д. и т.п., то есть, если хочешь, потом отдельно можно поболтать, отдельно эту проблему не расскажешь. Алексей Алексеев, отличный трюк заглубления для продувки. А как насчет правила пятых для избежания изоборической контрдиффузии? Твой рекомендую мультидека так и считает. Я пятых, я еще раз говорю, поймите, как бы сейчас физический процесс, не привязывайте себя каким-то пятым, шестым, тринадцатым или каким-то крутым формулам. Вы представьте другой момент. У нас есть физически мы заправляемся газом на глубине. Правильно? Правильно. На каком-то этапе мы по своему плану прихоти начинаем всплывать. Это значит, градиент напряжения газа в тканях будет расти. Логично? Логично. То есть, он начинает расти наверх. А теперь компьютер не знает состояние нашей тушки на данном этапе. То есть, он не знает, сколько реально у меня градиент. Он знает, сколько у меня математический градиент, который я там и сам еще и подкорректировал. Сколько реально он не знает. И вот мы приходим на глубину, на которой мой компьютер мне говорит, что у тебя градиент Макс сейчас 70%. Все здорово, у тебя 30% запас. А на самом деле у меня не 70%, а у меня 99% или 109% или я не знаю еще сколько. И теперь переключаюсь на газ, где есть еще один инертный газ, идеальный газ, как бы, да, который все равно летит быстрее, даже если это будет, грубо говоря, там на, не знаю, там на пару процентов быстрее, чем меня покидает азот. То есть, газ меня начинает насыщать здесь быстрее, чем отходит другой. И если это было бы 70%, которые подросли бы там с новым газом до 80%, да, даже если это ремикс, но все равно не вызвав у меня контрдиффузию ДКБ, точнее контрдиффузию вызвав, но не вызвав ДКБ, то если у меня мой градиент выше под 99% и новый свежий газ, с который докинет мне пару процентов, он для меня будет в этом плане фатальным. Поэтому не нужно там привязывать себя каким-то пятым, шестым и т.д. и т.п. То есть, тут такого нету. К сожалению, по контрдиффузии никаких вот реальных выкладки, вот проверенных эмпирически формул нету. Есть скорость диффузии, там, грубо говоря, гелия, мы ее попробуем адаптировать на, наложить на стандартные модели, попробуем просчитать чисто физически, математически, сколько это будет в тканях, но эмпирически никто этого никогда не считал, никто не просчитывал там свинками, будем их там, значит, контрдиффузием устраивать и будем смотреть, как у них там пузыри. То есть, эмпирически ничего не известно, а там же это мы же не просто набор из алгоритмов, да, которые можно очень хорошо просчитать, мы все-таки живой организм, который лишнее движение уже начинает рушить бодро всю эту выстроенную систему, поэтому я не для 5, правила пятых и вообще для меня оно мимо. Аспирин кардио при глубоких долгих погружений всегда принимаю, ну, аспирин можно назвать кардио, не кардио, как угодно можно назвать, скорее всего аспирин кардио там просто дозировка маленькая, там скорее всего либо, там скорее всего 50, по-моему, миллиграмм, то есть, это мало достаточно, я принимаю минимум 500, то есть, в 10 раз больше, атаку аспирин есть отцетился весовая пислота, то есть, твоя дозировка просто тупо маленькая, то есть, по-моему, от 50 до 100 миллиграмм, по-моему, Твое отношение к поилкам под водой? Замечательное отношение у меня к поилкам под водой, если, если, Алик, что ты мне пишешь? 500, что-то, 500, что 500? Нет, аспирин кардио там маленькая, дозировка там не 500, там точно 50 или 100, можно посмотреть. Окей, мое к поилкам отношение хорошо, потому что гидрация организма – это очень важная вещь, об этом я уже вчера рассказывал, да, но все всегда собирали статистику и говорили, что гидрация, гидротация организма – это важная составная и одно из ведущих факторов возникновения либо наоборот препятствия ДКБ, поэтому пить нужно. И если вода соленая и затяжной дайв, вы можете с собой взять вот такой просто там с трубкой, не с трубкой, какую-то емкость мягкую и спокойно себе пить на ДКБ. Говорится, никакой, никаких проблем я так на самом деле и делаю, и делаю, если у меня такие погружения. То есть у меня есть таких несколько разных, то есть карман засунул и пьешь себе на здоровье. Некоторые, я знаю, засовывают там спинку вместо пивейта, некоторые еще куда-то это прячут и выводят там трубку вперед, но это на вкус и цвет. В пещерах чуть попроще, пещеры чаще всего они все-таки пресные и вода там фильтруется, ну ее можно пить, то есть она как бы фильтруется, если это карстовая пещера и зависит от осадков, вода, конечно, там не такая чистая, если это типа пещеры, где большой аквифер, то есть большой пласт воды, который там медленно движется, как, например, в Афарике, вода там реально может быть действительно чистая, то есть и она практически питьевая и никаких проблем с вами там не будет, то есть но пить нужно и важно. Окей, дальше. Не вреден ли чистый кислород для зубов? Да, если взять, в общем, вреден, потому что все-таки кислород может образовывать, это же кислота, это же кислота, и она может, как говорится, эмаль портить, но это не настолько как бы ужасно, как некоторые думают, да, даже я, вот сколько я ныряю, ныряю я достаточно давно и достаточно много я делаю декомпрессионных дайв, у меня с эмалью все хорошо, зубы все на месте, единственный отсутствующий зуб, это просто, грубо говоря, ошибка моего зубного врача, косорукового, который ставил, когда мне пломбу, просверил чуть лучше, чем нужно. То есть ничего у меня такого нет, поэтому это можно сразу же смело отмести. Вынужден переход от закрытого на открытый цикл во время деки, особенности газодинамики. На самом деле, в зависимости от того, какие газы на что меняются, скорее всего там будет так, что отсутствие влаги, да, где-то это минус, но опять же, я не просто, поменяться-то можно на разные газы, на открытый цикл. Кислород в ребризере, чаще всего у него порциалка кислорода меньше, чем на этих глубинах, когда мы там меняемся, чем на открытом цикле, и поэтому, скорее всего, скакнет порциалка кислорода. То есть, ну это ничего серьезного, такого проблематичного я не вижу. Отсутствие пара, это скажется не очень хорошим образом на легких в общем, то есть легким, конечно, комфортнее, когда присутствует пара, не сухой газ, и, соответственно, та же вот мокрота, которую я говорил, она будет быстрее сохнуть, чем с влажным. Но радикального, такого, чтобы я сказал, вам нужно дополнительно какое-то сидеть время, от того, что вы должны с компьютером были бы с ребризером, его особо нет. Если, опять же, мы берем, что, допустим, мы переключились с кислорода ребризера на кислород открытый цикл, а не то, что мы переключились, выставив там setpoint, я не знаю, 1.4, а переключились на открытый цикл, и у меня там порциалка упала на 1.2 или на 1. То есть, в общем, никаких поправок я со своим ребризером никогда не делаю. То есть, для меня я в этом проблемы как бы особо не вижу. Так. Имеет ли смысл периодически посещать барокамеру без симптомов ДКБ, так сказать, профилактических целях? Ну, и, скажем так, и да, и нет. С одной стороны, если организм молодой, никаких проблем нету с оксигенацией, нету смысла никакого. Если организм не молодой, если есть какие-то проблемы с сосудами, варикоз, я не знаю, еще что-нибудь, диабет и так далее, это значит, где-то сосуды не очень хорошие, тогда дополнительная оксигенация, она как бы хуже не будет, при том, при всем, что явно не делают каждый день. Среди инструкторов, там, в том же ДАХАБе, ну, не то, что принято, есть такая особенность, что они время от времени, поскольку это не очень там дорого, они ходят, значит, дышат кислородом по какому-то там давлению. Опять же, это зависит от того, остатка газа, который остается в организме при декомпрессионных погружениях, потому что бедные инструктора должны там вкалывать за троих, и они ныряют много, да, там в этом плане тогда есть смысл, чтобы постараться избавиться от лишнего газа, который накапливается каждый день, да, там есть смысл. Еще, если я в самом начале затронул эту тему, как рекомпрессия, продавливание себя после каких-то вот таких же дайвов, если нету этой барокамеры, на самом деле, это работает. То есть, каким образом это работает, если вы, например, чувствуете, это опять же такая-то отсебящина, ни в каких книжках это не пишется, и наоборот, любая рекомпрессия или подобные методы считаются не самыми безопасными, и в общем-то и правильно, потому что, если есть серьезный ДКБ, то это барокамера, а не какое-то самолечение. Но если ты понимаешь, что у тебя субклиника, ты знаком с этой субклиникой, что она не разовьется в ДКБ настоящую, но она присутствует, то есть это субклинические какие-то, ну не знаю, неприятные ощущения, где-то вялость, заторможенность или еще что-нибудь, то есть такое, что если это при одном погружении ты боишься за качество своей декомпрессии, можно уйти просто назад и начать декомпрессию заново. Либо, если совсем ты понимаешь что-то не очень хорошее, то ты уходишь вниз и начинаешь декомпрессию проходить с двойным временем. Либо, если это я уже говорил, вот это серии погружений, то просто удваивают время декомпрессию на следующий дайв. То есть я чувствую, что мне надо в кавычках продавиться на следующий день. То есть я чувствую себя как-то не очень хорошо после этого дайва, потому что до этого я отнырял еще неделю и чувствую себя, в общем-то, потому что математика уже тоже здесь перестает работать. Какое количество во мне газа остается тоже непонятно. То есть это все дело накапливается, где-то не успевает улетучиваться, значит где-то рано или поздно это даст сбой. Поэтому от стандартного дайва то, что предлагает компьютер, хотя он пытается обсчитать количество газа, которое во мне остается, я начинаю накидывать какой-то запас безопасности. И обычно я делаю просто тупо двойное время декомпрессии, предупреждая, естественно, там своих курсантов, что я просто думаю с ними буду висеть сегодня долго, но мы можем посвятить это время каким-то отработке каких-то там навыков, я не знаю, там навигации или еще чему-нибудь. То есть я вот таким образом. И это реально действительно работает. Но это такое же, опять же, я говорю, это не книжная истина. Окей. Стоит ли вставлять вторую ступень отравившимся кисовым дайверу, если он успел выпасть из-за рта, необходимо ли дождаться, когда пройдет первая волна судорога, потом поднимать его? На самом деле нет. Дожидаться не нужно, пока судороги пройдут. Нужно его сразу же тарабанить в сторону поднятия, потому что даже если и регулятор, да, надо вставлять. То есть это все-таки хоть минимальный шанс, что он будет дышать или хотя бы часть газа поступит не только вода, но хотя бы и с газом. Обычно не просто его вставляют, а еще и вставляют и продувают. Засунув регулятор в рот, дайверу, если он отравил с кислородом, его продувают. Держат в горизонтальном классном таком триме, не давая заливаться воде в легкие, если вдруг нету лариктоспазма, если, грубо говоря, открыт воздуховод и вода им может попасть туда в легкие. То есть поэтому не нужно ждать, пока судороги там пройдут, наверное, его нужно тащить сразу же наверх. То есть потому что обычно, когда проходят судороги, тогда возникает спонтанное дыхание и тогда человек начинает дышать. Но лучше, чтобы спонтанное дыхание все-таки ближе к поверхности или на поверхности было. Даже учитывая то, что возможно у него будет баротравма, если у него рингоспазм, если воздух не продавит голосовые связки, то у него может быть баротравма легких. Но баротравма легких это не означает, что у него там будет центральная баротравма, да, в сосуды, это полным-полно там может медиастинум или куда-то в плевор в плевор варвальную полость сори заговариваюсь попасть в воздух. Это все тоже нехорошо, но это не приговор. А вот если он хлебанет воды, особенно если это будет пресная вода, то пресная вода из-за осмоза сразу попадет в кровоток, там начнется разрушение эритроцитов, эритроциты будут естественно отдавать в кровь очень много калия, калий сразу же даст знать на сердце, после чего случится аритмия, мерцание, желудочков и полный набор, после чего человек скорее всего убрет. Поэтому бодро, весело тащите его наверх. Раз затруднили тему airbreakers кислородного отравления, насколько целесообразно использовать 80-го найтриза вместо кислорода в качестве последнего ДКГ? Невероятно, airbreakers уже не понадобятся и вероятность кислородного отравления меньше. Здесь дело не в кислородном скорее отравлении, а здесь попытка дать восстановиться. То есть это делается для легких, а не для кислородного отравления, но для кислородного отравления легких здесь еще препятствуют. То есть восполнить те энзимы, про что я говорил, каталазы эти все, супероксидисмутазы и т.д. и т.п., эти антиоксиданты за это время невозможно. Но легким дать немножко времени оправиться от высоких парциальных значений можно и нужно. Поэтому это скорее делать для легких, чем уход от высокого парциалки для ЦНС. То есть ЦНС тикать не перестает. Компьютер, если будете заметить, он будет это считать, бодро все дело и дальше. Поэтому 80-й Найтрокс, он как бы по-хорошему ничего не принесет, кроме как удлинение деки. То есть этот дополнительный азот, он никакого плюса здесь не несет. Вас компьютер все равно выпустит по математической этой кривой, которая будет теперь просто учитывать эти дополнительные 20%. То есть никакого плюса, ни математические, ни физиологические здесь я лично не вижу и не пользуюсь. Но это на самом деле такое откуда-то с давних времен идет такая распространенная вещь. Но я говорю, если вы посмотрите, никаких плюсов вы в декомпрессии не получите. Сейчас я попробую, я включу свет, извиняюсь, потому что я смотрю, у меня камера начинает потихонечку здесь меня размывать и тормозить. Окей. О, так, чуть получше. Дальше. То есть, ну и еще опять же, 100% кислород, он все-таки тут полностью отсутствует инертный газ. То есть он чистый. И в плане, если у кого-то ДКБ чистый газ, кислород нормамарический всегда лучше давать, чем с какой-то примесью. То есть поэтому в любом случае кислород, на мой взгляд, это классный газ, это наше все. Но осторожно с ним. Какие соображения по падению иммунитета при постоянном губом дайвинге? Почему не всегда рекомендуют сразу поднимать при кислородном отравлении? Вот я уже говорил по этому. Иммунитение, падение иммунитета, да, оно возможно есть. Как раз из-за того, что ресурсы организма очень сильно начинают тратиться на восполнение этих антиоксидантов. У нас протекают какие-то иммунные ответы на эти мои микропузыри. Это тоже все организму идет во вред и действительно иммунка может проседать. Насчет того, что при кислородном отравлении не рекомендуют, я сказал, это большая часть из-за ларингоспазма, который в теории может быть. Поджатый ларингоспазм есть, мы начинаем его тянуть наверх. У нас есть шанс того, что значит баротравма легких. Но здесь на самом деле я, как экспериментатор, я с 6 метров полностью попробовал сдавить себя как мог, чтобы газ не выпускать. То есть реально то же самое сделала практически, как это при ларингоспазме, я попробовал всплыть. В общем, на какой-то момент меня раздуло как жабу в легких и газ автоматом прошел, я не смог его сдержать. То есть поэтому шансы то, что случится баротравма легких, они есть. Опять же, куда случится, это тоже не очень понятно. Тоже шансы, что это центральная будет, и у нас будет артериальная газовая эмболия. Тоже такие шансы хоть и есть, но они маленькие. Но то, что человек хлебнет воды с того момента, как у него закончится, значит, судорожная фаза, клоническая, то это намного выше. Как я учитываю два дропа планировать на пассивнике? На самом деле я его практически никак не учитываю. Есть такое, для некоторых, наверное, это неизвестно. Есть падение кислорода в пассивных ребризерах. То есть оно падает в каком-то определенном диапазоне, потому что газ, который уходит из системы, кислорода там, там есть кислород, я трачу метаболитически. И, соответственно, свежий газ, который поступает в ребризеры, он не добивает предыдущего значения. Но я никак не корректирую это. И только иногда на донный газ я поднимаю, если длинная донная фаза, я поднимаю на 1, максимум 2%. То есть если газ должен быть там какой-нибудь 15-55, я его делаю 17-55, учитывая то, что я буду на дне минимум там полчаса 40 минут. Все остальное вообще неинтересно, потому что пассивники переключаются как в открытом цикле, с баллона на баллон. То есть только я переключился на новый баллон, я продул контур, у меня там тот же газ, который у меня в баллоне. То есть после чего я дышу этим газом не такое уж долгое время, и начинает всплывать, газ начинает снова вытравливаться в больших количествах из ребризера, начинает снова поддаваться в ребризера. То есть там между делом начинается мытье масок и так далее, тому подобное. То есть я никаких не делаю, абсолютно никакую коррекцию. Окей. Рекомпрессия в воде, планы, реальность применения. Рекомпрессия настоящая в воде, она имеет место быть, в Австралии ее применяют, иногда даже очень успешно. Здесь есть много разных «но». Здесь нужно громадное количество газа, желательно, чтобы этот газ был в транспортных баллонах, подавался с судна или еще откуда-то, потому что никакого запаса не хватит. Либо это должен реально быть ребризер, на котором ты сидишь с кислородом чистым, это должен быть дайвер-бадди, который будет сидеть с тобой, это должен быть за тобой надзор, чтобы тень не стала хуже, потому что, если вы помните, то сидеть там при таблицах в US Navy, там шестая таблица, сидишь там 6 часов перед большим достаточно порциалкой кислородой. Сидеть минимум там, по-моему, при пятой таблице что-то 4,5 или 5 часов, что-то такое. В общем, это достаточно долгая такая процедура. Погружаться приходится достаточно, чтобы сымитировать барокамеру глубоко, это под 3 бара 20 метров, там сидеть с кислородом. Должен быть напарник, который тоже должен сидеть или сменяться. В общем, это возможно, но технически очень сложно. То есть холодно будет на какой-то момент, то есть темно оно будет, потому что, скорее всего, вы будете уже где-то там в ночи сидеть. Ну, в общем, это не самая лучшая вещь, и это делается только тогда, когда реально доехать до барокамера нет времени или возможности. Но да, есть место. И иногда это реально работает. Иногда после спортивного погружения жутко чешутся ноги, как зуд, примерно час. Это может быть признак чего-то. Это может быть признак, на самом деле, ДКБ. Надо смотреть, как выглядят ноги, нет ли марморирования, то есть мраморности кожи, нет ли там такой ход для того, что там эти пузырьки хрустеть начинают под кожей. Если этого всего ничего нет, то это может быть какая-то локальная реакция, то есть нервы как-то реагируют на какие-то давления повышенные или еще что-то. То есть тут я не буду никакие диагнозы ставить. Надо это посмотреть, как бы за собой посмотреть, из-за чего это происходит конкретно. Во время air-брейков переключаешь ли ты газ на компьютере? Я не переключаю газ на компьютере, но я начинаю добавлять эти 5 минут свыше того плана, который был. То есть я 5 минут брейка не считаю как декомпрессию. То есть я более консервативно здесь ныряю. То есть получается, что я 5 минут эти пересижу, когда мне компьютер скажет, допустим, выплывай, то я тогда просто-напросто сижу плюс 5 минут. То есть мне проще. Мне часто неохота там сидеть, ковыряться в этом компьютере или если кто-то забывает, ты ему начинаешь показывать, он начинает там не понимать. То есть зачем там париться? Ты просто знаешь, что с самого начала дайва оговорено, 5 минут мы делаем брейк, эти 5 минут мы накинем сверху компьютера, вот и все. То есть это проще. Так. Юрий спрашивает. А как тогда соотносится с тем, что при ППО-2 меньше единицы дека становится неэффективной? Почему она не становится неэффективной? То есть пока ты доберешься до 6 метров, например, с Е50, у тебя уже с 12 метров ППО-2 низкая. На самом деле декомпрессию можно проходить с любым газом. Вы можете нырнуть стримиксом 10-70, и на 10-70 сидеться неделю, да, и проходить декомпрессию. Здесь все достаточно просто. У меня есть какое-то количество инертного газа в тканях. То есть у меня он там накопился, ему нужно выйти. Выйти он будет... Эффективнее всего он выходит тогда, когда снаружи больше этот же самый газ или другой инертный газ до кучи не поступает. То есть либо газ, который поступает, он медленнее поступает. То есть, но если газ, я хочу выдышать из себя гелий, но он все равно поступает у меня снова обратно в кровеносную русу, потому что я опять же дышу гелием, то есть я работаю только за счет разницы градиента давления в тканях и небольшого в легких. То есть это получается мало. То есть у меня это только... А если я уберу из легких вообще этот инертный газ, то тогда градиент, естественно, выше, а кно-то получается больше. То есть у меня я все забиваю кислородом, молекул больше ни гелия, ни азота нет, и, соответственно, и гелий, и азот будут выходить оптимально. Вот здесь и все. Здесь никакого отношения к парциалке конкретной как таковой кислорода нет. Эффективное, что вы самое можете это сделать, я знаю, пару людей так делали, и в моей практике такое было, это переключаться на кислород раньше 6 метров. То есть вы можете переключиться и на 12 метров, скорее всего, с вами ничего не переключится. То есть это вообще идеальный вариант был бы на 20 метрах переключаться, не на полтинник, а на чистый кислород. То есть, ну, проблема в том, что здесь у нас вот токсичность кислорода есть, но в плане декомпрессии это идеальный вариант. Мы переключились на газ, ни азота здесь нету, как в полтиннике, ни гелия нету, если это какой-нибудь там 50-25 тримикс. То есть все замечательно. То есть тогда я дышу чистым кислородом, как будто я нахожусь в барокамере, и весь газ максимально эффективно из меня удаляется. Поэтому в барокамере вы не сидим под тремя барами с чистым кислородом. То есть математически, если чистым математику, компьютер оперирует просто. Наличие газа, его количество в его порциалках, сколько газа успеет поступить в мою тушку, сколько выйдет, вот и все. Больше ничего там другого нет. Это РГБМ там начинает мудрить с диаметром пузырьков, и т.д., и т.п., и пятое, и десятое. Здесь ничего нет, дульман все просто. То есть есть расчеты, которые говорят, окей, ты дышишь таким и таким газом, хорошо, это значит из легких у тебя будет поступать в кровеносное русло столько и столько газа, а из тебя будет выходить столько и столько газа. То есть, соответственно, на давление и т.д., и т.п. В общем, никакой там мега-математики нету, никаких таких особых расчетов и магии никакой там нет. Окей, давайте я вам просто еще такое расскажу. У меня сколько уже времени? Уже 8 опять, опять два часа проболтали, но хорошо. Я расскажу такой интересный случай, как я на себя ставил эксперименты с аргоксом. То есть я на какой-то момент, это как раз к этой же теме, аргон достаточно плотный, тяжелый газ, который достаточно плохо растворяется и в жировых тканях, и вообще куда-либо, потому что здоровые молекулы, он не проникает, он плохо очень проникает. То есть, в общем-то, классный газ для декомпрессии. То есть я забил, сделал стейджик с 50% не нейтроксом уже, а аргоксом, который я взял на погружение. Единственный минус большой аргона, он плотный газ, им дышать сложнее, но это можно компенсировать, подкрутив регулятор. И еще у него есть такой эффект, что он как бы наркотичней сам по себе. То есть он дает на 20 метрах практически такой же наркотичный эффект, как примерно с воздухом на 45-50 метрах, что-то такое. То есть, в общем-то, пару первых минут, пока количество газа еще не долетело, до CNS. Значит, ты дышишь нормально, а потом начинаешь понимать, что у тебя уже на 20 метрах так, ну, кроет. Но в плане декомпрессии он более эффективный приблизительно в полтора раза. Приблизительно. Проблема, опять же, здесь в том, что точных выкладок нету, и опять же, эмпирических данных тоже нету. Я ничего не нашел, я много чего искал. То есть, ну, декомпрессию с таким аргоксом никто не проходит. Получается, что его убрать, делать какие-то глубже, чем 21 метра, его не взять из-за его наркотичности, а с 21 метров до 6, слишком маленький промежуток, да, чтобы очень серьезно как-то он повлиял на декомпрессию. То есть, это было такое, just for fun я его опробовал, понял, что у меня эти лишние 5 минут времени, чтобы я сэкономил с этим аргоксом, мне ничего не дадут, и поэтому делаю я это все забросил. Окей. Если нету у вас вопросов, то, наверное, будет на сегодня все. Я даже не знаю, что я вам еще хотел рассказать. Про медикаменты рассказал, про ухищрения по поводу среднего уха, чтобы уйти на глубину, чтобы его продукт рассказал, контрдиффузию мы обсудили. Кислородные окна и так далее тоже обсудили. А, мой вам еще совет. Я по себе знаю, может, у вас у всех так не так, как-то по-другому, но по себе, особенно я всегда молился на своего инструктора, потому что для меня он был, естественно, авторитет, и все, что он говорит, ну, это было непререкаемо. Мой вам совет, будьте скептичны ко всем, включая и вот сейчас наш вебинар, и не смотрите, не изучайте материалы дайвинга, потому что их пишут точно такие же люди, как и вы, которые далеки, возможно, от медицины, тем более баррельной медицины. То есть это люди, которые просто переписывают, откуда ты что-то, и могут это неправильно растолковать, неправильно понять, или эти данные просто тупо уже устареют. Если вам эта тематика интересна, ищите спецфизиологов, которые на данный момент, желательно их не очень много, проводят какие-то исследования в этой области, и считайте оригиналы. То есть из этих оригиналов черпайте информацию, которую, может быть, вы можете потом как-то имплементировать свои погружения. То есть если вам кто-то рассказывает интересные какие-то вещи, новые магические формулы, вы говорите, конечно, здорово, классно, а можно первоисточник. Кто первоисточник? Находите первоисточник, переводите его, смотрите, так ли это, и уже потом делайте свои выводы. То есть инструктора, мы все замечательные, конечно, но из инструкторов, докторов, наверное, очень мало, а если он даже и доктор, то если он какой-нибудь хирург, то он знает, как замечательно удалить аппендицит или даже сделать там пластическую операцию, но он не знает толком, даже как лечить, я не знаю, там какой-нибудь коклюрж или еще что-нибудь, или орви, как про что там правильно при применении принимать. То есть поэтому вам нужно найти первоисточников, исследований со статистикой, желательно, тех людей, которые на данном этапе занимаются декомпрессивной, декомпрессионной проблематикой. И старые материалы мне очень часто дают какие-то там ссылки на ВМФ, каких-то книжки бородатые, да, там что штатовские, что российские, СССР там какие-то, и т.д. и т.п. Это все немного устарело, ребята, то есть следом идут дальше, как бы, можно сказать, да, конечно, но физиология осталась же тот же, но тоже нельзя это напрямую сравнивать. Одно дело, когда там военные на 18-летних парнях, да, какую-то статистику собирают, другое дело, когда это уже, ну, спектр, как бы, ныряющих повыше, побольше, то и немножко все это по-другому начинает выглядеть. Поэтому нам интересно вот последние исследования в плане декомпрессии от реальных исследователей, и таких, к сожалению, сейчас не так много. Окей. Есть ли рекомендуемая литература? Ну, у меня литература на самом деле достаточно разная много, но она в большей части англоязычная, либо на немецком. То есть я могу поскидывать, если кому-то что-то интересно, или лазите просто в интернете, когда вы в интернете будете задавать какие-то ключевые слова, да, просто смотрите на дату. То есть можно прям дату там сказать за последние, там, пять лет искать. То есть потому что бы он начал вам выкидывать, да, какие-то газы или там кинетику газов за, там, 60-х годов. Это все, наверное, сейчас уже давно неинтересно. То есть, ну, хватает литературы, просто еще нужно иметь какое-то логическое мышление или медицинскую базу, чтобы интерпретировать то, что вы читаете, и потом постараться это перевести, перенести на дайв. Вот как я, например, делал с этим, вот, перетаскивая его действия на наш дайверский манер. По стандартной декомпрессии, что я порекомендую почитать? Ну, есть несколько книжек немецких. Одна из них, она жалко не переведена, называется «Медицина дайвинга» от Эмма, профессора. Это правда вот такая вот книга. Она реально очень-очень серьезно написана, но она медицинская книга, и читать, наверное, ну, не всем будет ее как бы просто, скажем так. То есть, и медицина, то есть, это медицина. Если как-то есть какие-то базовые знания, там можно как-то это читать. Если базовых знаний нет, в медицинской литературе будет достаточно сложно. А та, которая уже, грубо говоря, заточена под дайверов, наверное, проще даже сейчас не книги смотреть, а смотреть выступления вот тех же барах физиологов, которые там дают лекции, вот, которые я скидал линк вчера. То есть, смотреть их, они, конечно, уже более понятным языком это все рассказывают, и какие-то графики выставляют, которые понятные, не нужно там шерстить весь текст, да, чтобы вытащить какую-то нужную информацию. Поэтому я считаю, что все-таки вот эти выступления, они, наверное, более такие удобные, и полезные для нас. Малость не по теме, промдайверы в некоторых случаях дышат смесью с водородом. Это так? Нет, это не так. С водородом сейчас никто не дышит, это с водородом, были это французы в комиксе, когда-то фирма комикс, они ставили опыты, им им принадлежит самое глубокое барокамерное погружение на 700, там, что-то, 20 метров, что-то такое. Вот там они пользовались этим гидролиоксом, это смесь как раз же опять кислорода, азота, гелия и плюс еще водорода. Просто водород больше 5% образует взрывную смесь, как он там называется по-русски, я точно не помню, в общем он самовоспламеняющийся, взрывающийся, то есть это водород с кислородом, поэтому это опасная такая смесь, никто с ней не ныряет, потому что смысла особого еще и нет, потому что в плане наркотического потенциала ничего лучше гелия нету. Водород у него единственный плюс, он более дешевый, но коммерческие дайверы, они все равно работают, считается, это закрытая система, то есть им продают сверху тримикс, который там же выкачивается назад по этим умбеку, чистится и снова потом он запускается, то есть они не выкидывают этот живый тримикс никуда наружу, и они не работают в этом открытом цикле, то есть у них есть вот такой замкнутый просто очень большой цикл, либо у них есть опять же свои ребризеры, правда они по большей части все аварийные, но никто в общем сейчас на данном этапе водород газ как газ не использует. В сложном профиле пещеры какой принцип планирования, особенно когда всплыть или по длинной промежутке на глубине до переключения, но сильно меньше, чем самая глубокая точка. Ну, как бы я пользуюсь, я уже говорю, для планировки тогда можно высчитать среднюю глубину с тенденцией к более глубокой части. Это что значит? Если у меня есть донная фаза, это от 30 до 50, да, то можно взять типа 40. Если у меня 50 всего там, ну, это маленький перешей, то можно взять, то ее практически проигнорировать, потому что это там из серии я полминуты вниз, сверху никакой разницы не будет. Если у меня туда-сюда профиль пещеры действительно ломаный, то берется как бы усредненный, либо от вас зависит. То есть вы говорите, пещера сложная, то поберется по самой глубокой части. То есть вы говорите, что у меня 30-50, 30-50, 30-50, это метраж, просто все погружение считается по 50 метрам, вы в плане безопасности вот так вот. И по газам, и по плане декомпрессии, аварийные планы, все здорово. Но компьютер вас все равно будет выводить, естественно, по времени текущему, и это будет, естественно, все быстрее. С какой периодичностью нужно давать отдых между дыханием чистому 2 на суше при подозрении на ДКБ? На самом деле прибыта, ну, порцалка-то маленькая, то можно первый раз там через час на пару минут, на пять минут дать игре и больше не нужно. То есть потом все равно понижать. То есть если, я сейчас не помню точно, по-моему, через 20 или 30 минут при барокамерах при шестой таблице, я сейчас просто навскидку не помню, то есть там или 20 или 30 минут дыхания чистым кислородом, потом пауза, там 10 минут, я сейчас не помню, просто это я цифры эти не помню. Особенно забавно анестезиологи, все знакомые любители глубокого воздуха, но это не только анестезиологи, любители глубокого воздуха, это таких, на самом деле, это же эффект наркотический, поэтому любители глубокого воздуха много, но это все чревато, пока, опять же, мы там в дахаре ныряем, это одно, там улететь вниз на 50-60 метров, да, и ой, как меня-то образовывал, у меня здорово. Другое дело, когда ты находишься в пещере и любая твоя ошибка будет стоить жизни тебе и, возможно, еще и твоему баде там, то это не вариант. То есть я, например, для этого слишком трусливый, там лезть куда-то в пещеру с глубиной выше, чем 30 метров эквивалентно воздушный. На английском, если можно заранее поговорить, Станислав, да, я всем поделюсь, или я просто тупо скину потом на фейсбуке и вы это оттуда скачаете. Насчет пилообразного профиля при большой перепаде глубин, скажем, метров 40. Ну, перепад большой, он пилообразный, что ты всплываешь медленно, потом погружаешься вниз, медленно всплываешь при пилообразном, потом погружаешься вниз, вот и вся история. Все равно ты, редко такое бывает, что пилообразный профиль настолько высокий, что тебя по дороге заставят стоять декомпрессию, а потом уходить вниз. Хотя есть и такие пещеры, вот где ты плывешь долго-долго с достаточно большой общей глубиной, там под Тресель тот же, там 70, нет, там 80 метров максимально, и ты начинаешь внутри пещеры всплывать до нуля, где ты, в общем-то, прошел внутри пещеры по пути туда еще декомпрессию, ты сидишь там какое-то время или плывешь дальше, начинаешь возвращаться глубокой точке обратно, ты еще заряженный газом лезешь снова вниз и потом проходишь уже декомпрессию на выходе, который, естественно, будет достаточно долго из-за остаточного газа, который у тебя там был. Шлема Кирби Морган закрытого цикла, ну, про это я как раз и говорил, то, что Кирби Морган, да и не только Кирби Морган, но Кирби Морган самый известный, наверное, самый лучший шлема через зумбиков, в общем-то, это все закрытый цикл, то есть газ циркулирует, потому что он реально дорогой, вязывание никакого не напасешься. Вот. Как я отношусь к фильму Санктум? Ну, наверное, как спецназа соотносится к фильму про Рэмбо, примерно так же. то есть прыгая там с ребризерами как спелеологи, если никто, если у вас среди спелеологов нет, то я вам могу сказать, лазить там по скалам, по веревкам, на себе, имея аппарат, а там они, по-моему, были с этим, как он называется, ребризер, больше его не производят англики, защитник, который, ну, не важно. В общем, этот ребризер реально тяжелый, там весит, по-моему, 50, наверное, 40 или 50 килограмм, короче, там достаточно тяжелый, они в нем бодро так прыгают, потом там делятся с подсвеченными масками газа, все это очень забавно, к даймингу не имеет никакого вообще отношения. Вот, ну, как-то, как-то вот так. Надеюсь, хоть что-то было для кого-то сегодня интересно и вы не зря там провели время. Если, если, ни у кого нет вопросов, опять же говорю, не воспринимайте меня как панацею, примите к себе какие-то вещи к сведению, на какие-то вещи забейте. Вот, поделился с вами информацией, надеюсь, вы придете в следующую субботу-воскресенье, я сейчас не помню, какие-то там темы были, но будут интересные темы, будут темы, которые нравятся мне, пещеры, возможно, тем более там в пещерах я как бы можно сказать, что действительно неплохо разбираюсь, я вам расскажу многие вещи, которые не не типичные в кейф-дайвинге и давным-давно их нужно было бы поменять, ну, в общем, я надеюсь, будет тоже как-то интересно. Вот, ребята, вам спасибо, что вы пришли, ну, наверное, все, тогда до следующих выходных и информацию, которую я обещал, я вам всем скину. Все, пока-пока. А, и видео тоже я запишу и скину потом на YouTube, кто-то вдруг если захочет пересмотреть или кто-то еще не попал. Все, пока-пока-пока. Спасибо.